Но все равно их надо в любом случае всегда показывать. Почему? Потому что у нас основная идея заключается в том, что мы всегда должны получить результат, независимо от того, что у нас есть в наличии. Но это не значит, что мы сразу можем сказать, что у нас ничего нет, давайте делать, как будто у нас ничего нет. Нет, мы сначала должны все-таки продемонстрировать сами себе, сами себе убедиться, выдохнуться, устать, постараться найти по этому алгоритму и сказать, что мы пробовали, нам не получилось сделать так, как надо. Так как прописано в нормативных документах, кстати, потому что вот те, те вот сейчас, то, что я сегодня буду рассказывать, это в нормативных документах вообще не написано. Но у нас очень часто встречается. И вот та ситуация, помните, у вас по часовой, она близка к этой. Мало того, смотрите, пока вспоминания старого, вспоминания старого, я здесь красненьким выделил то, что у нас было раньше. И вот сегодня мы с вами перейдем на, так, сегодня перейдем мы на, вот, меандрирование свободное, вот сюда перейдем. Но, просто, я помню, что неделю назад, в то воскресенье, когда вот был такой общий вебинар, я там рассказывал очень большую детализацию разных ситуаций, как раз по наличию разных исходных данных. Но все это относилось, как я понимаю, сегодняшний вебинар, это для случая коллы. Да, точно. Единственное, что я балбес, что я не вставил ваш пример, соответственно, а вот давайте вы сегодня в голове будете подбирать тот вариант, который подходит для вашей ситуации. Потому что, смотрите, у нас деление методов, особенно методов глубинных деформаций. Потому что методы по плановым деформациям, они в основном разделялись по наличию данных. И по нашему пониманию, и при наличии данных, при отсутствии данных, понимаем при наличии данных. То есть, там вот два было, это данные и понимание на основе этих данных, что происходит с рекой. Здесь у нас сейчас для глубинных деформаций дополнительно к этому добавляется еще деление, вот оно прямо сейчас здесь и есть на этой картиночке. Вот, дополнительное деление по типам русских процессов, по схеме деформаций. Вот для глубинных деформаций, для глубинных не только исходные данные, не только понимание на основе этих исходных данных, но также деление по типам русских процессов. И вот сейчас я вам быстренько покажу, а вы мне скажите, дальше вот сейчас я покажу, и вы мне скажите, вот для прямых рек и извилистых немеандрирующих, вот эта гармошка. Там у нас, вот, вот это ключевой слайд такой, он длинный, я это целый час рассказывал. И я это рассказывал, у меня такое впечатление, что я это рассказывал про предыдущие воскресенья, 8 дней назад. И у меня такое впечатление, что вы на то воскресенье не были. И я это видео тогда высылал вам. Вот. И вот тут зависит от того, смотрели в это видео или нет, или слушали меня. Потому что, потому что сегодня мы будем говорить о меандрировании, там будет, как бы, наполовину похоже вот на это. Там тоже будут также разные исходные данные. Но интерпретировать мы для меандрирующей реки будем по-другому. И, кстати, вот здесь, вот, кстати, вот тоже, это, кстати, балбес, что я не, ваш пример не использовал. То есть я не воткну, вот, помните, мы как бы, разрыв у нас был. У нас был сначала, вот я по теории рассказывал, вот это, для, которые приложимы к вашей часовой, для оценки глубинной деформации, когда вот у нас вот ваши 4 поперечника. И здесь это есть, коллеги. Это есть, это вот, например, ну, условно, где-то, наверное, случай 6, несколько коротких, разновременных промеров глубин. Наверное, вот это, наверное, сюда подходит, да. А мы с вами это отдельно. Запись посмотрю. А, ну все, тогда вопросов нет. Тогда очень хорошо. Тогда вот вы, вот эту логику общую, которую, помните, мы целый час с вами обсуждали по вашей коллеги. Потому что, вот, о, было так вот плохо, что вот всего 4, вот как, что мы оттуда можем понять, мы ничего не можем понять. Ну, давайте делать запасы, все такое. Вот тут я это системно рассказывал, и вы это посмотрели. Все, тогда вы вовсе оружие, потому что сейчас мы переходим с вами в, а, вот это вот, ну, вот это и есть слайд с той презентацией, что у нас здесь разные ситуации, разные понимания, непонимания. Да, она запутанная, эта картинка, но все-таки она хороша. Почему? Потому что у всех остальных нет даже такой картинки. У всех остальных, вот, просто для всех остальных читают нормативные документы и видят, что там написано, что возьмите карты, возьмите промер глубин, сделайте поперечников. Мы это с вами уже понимаем, как все делается, это, так сказать, и дурак сделает, да. Что там делать, когда все есть, когда есть очень большой промер, детальный, мы там все нарезали поперечник, и все отлично. А на самом деле у нас все сложнее. Поэтому сегодня, вот, наконец-то переходим к сегодняшней теме. Это вот, мне андрей же не свободный. Вот. Почему это отдельно? Почему вот именно такое вот деление на разные типы прошлых процессов? Потому что разные механизмы глубинной информации. Мы же занимаемся сегодня глубинными информациями. Пока у нас все еще, ну, здесь будет и при наличии, при разной степени наличия данных. Потому что когда данных нет вообще, мы потом перейдем вот к формуле и посмотрим, насколько быстро. Потому что в сегодняшней презентации я вставил и дальше вот сюда эту, и формула. То есть я на всякий случай вставил вот это продолжение сюда, на случай, если мы быстро сегодня с вами пробежимся вот по этой. По меандрированию. Ну, сегодня основная тема это меандрирование. Вот. И там другой механизм. Ну, как раз вот переходим к этой сути. Ну, сначала, сначала, на всякий случай, я еще раз сюда вставил всякие старые, из других презентаций картинки вот про что такое свободное меандрирование. Вот. И раз вы были вчера, там тоже мы только об этом говорили. Вот. Когда оно свободное, когда оно не свободное, когда оно ограниченное. Вот. То есть вы понимаете, что это вот сильно развитое, и не просто оно сильно развитое, оно еще развивающееся. И не просто развивающееся, развивающееся вбок. То есть увеличивая степень развитости. Вот здесь вот, например, на правой картинке, смотрите, вы же курсор видите, да, по-моему, курсор видите, вот здесь вот разные положения, вот сначала желтенькая, потом голубенькая, потом красная, потом зеленая, вот сейчас современная белая, вот она увеличивает степень развитости, то есть развивается вбок. Соответственно, здесь и следующее излучено, тоже желтый, красный, зеленый, белый, тоже развивается вбок. Вот, специфику, вот поэтому сейчас вот тоже слайд из той старой презентации, соответственно, вот сильно развитое, и сегодня занимаемся вот этим сильно развитым. Вот здесь, помните, это вчерашняя презентация, тоже оттуда содрал этот слайд и показал, что вот оно, свободное меандрирование, когда вот оно в широкое, что значит широкое? Ну, не важно, что оно широкое, важно, что нет ограничений. Вот, а нет ограничений, но в меандрировании есть этот процесс, и вот степень развитости увеличивается.